...компенсаций населению за утраченное жильё. Ведущие медицинские лаборатории пытаются раскрыть загадку нового вируса, который за несколько дней убил по меньшей мере 9 человек. По внешним признакам болезнь похожа на воспаление лёгких, но не поддаётся лечению известными препаратами. Она с невиданной скоростью распространяется по миру. Как говорят врачи, это может быть мутация гриппа, но версия биологического терроризма также не исключается. Тяжёлый острый респираторный синдром, атипичная пневмония. Всё это название распространяющееся сейчас по миру болезни. Однако чаще них употребляется другое – вирус-убийца. Первый случай заражения был зафиксирован на юге Китая. Это произошло в конце февраля. Сейчас, спустя пару недель, вирус обнаружен по всему миру. От Юго-Восточной Азии до Канады и от Австралии до Словении. По подсчётам Всемирной организации здравоохранения, в инфекционных отделениях находится более 500 человек. Некоторые в критическом состоянии, пока врачи не могут им помочь. Ни один из существующих антибиотиков пока не справляется с болезнью. Сегодня группа экспертов-инфекционистов вылетела из штаб-квартиры ВОЗ в Женеве, в Гонконг, регион, где вирус распространяется быстрее всего. За сутки количество больных здесь удвоилось. Медикам предстоит квалифицировать его и сравнить с пробами, взятыми у больных в Европе и Америке. Сейчас в столице Словении, любляне, врачи борются за жизнь 40-летней женщины, недавно вернувшейся из Вьетнама. В Израиле госпитализирована мужчина, побывавший в Гонконге, а в Германии в больницу помещен сингапурский доктор, который летел домой и почувствовал недомогание в самолете. По словам представителя Всемирной организации здравоохранения, вирус распространяется через людей, путешествующих на самолетах. Мы опубликовали глобальное предупреждение об этом новом неизученном вирусе. Хотя он может передаться только при условии близкого контакта, например, при поцелуе или объятии, мы настаиваем на повышенных мерах предосторожности везде. Я узнала о вирусе из новостей. Я даже собираюсь отложить деловые поездки из-за этой болезни. Мой врач посоветовал мне не снимать маску даже дома. Болезнь проявляет себя высокой температурой, кашлем и затрудненным дыханием. Инкубационный период колеблется от 2 до 7 дней. Ученые беспокоены, что новый вирус может быть не менее опасным, чем эпидемия 1918 года. Она известна как испанский грипп или испанка. Тогда болезнь унесла жизни 20 миллионов человек по всему миру. Однако в начале века еще не был изобретен пенициллин. Сейчас эксперты Всемирной организации здравоохранения утверждают, что им удастся найти вакцину в течение одной недели. Георгий Коптелин, Мария Шубина, Первый канал. В России в международных аэропортах введен усиленный санитарный контроль. Под особым вниманием пассажиры, прибывающие из Азии. По давно сложившейся практике все авиарейсы в Россию из неблагополучных стран обследуют эпидемиологи. В каждом аэропорту с международным сообщением есть санитарно-контрольные пункты. Несколько дней назад они были оповещены о новой неизвестной инфекции. Бортпроводникам рекомендовано проявлять настороженность в отношении пассажиров с признаками острых респираторных заболеваний. Инструктаж экипажа, стюардесс, работников аэропорта. И, естественно, это опрос на предмет питомов, на предмет контактов. С первого на борт самолета, который прилетает из Юго-Восточной Азии, прибывает санитарный работник. Он дает добро на выход пассажиров только в том случае, если экипаж официально заявляет, что больных в салоне нет. Зарегистрированных случаев, дай бог, еще не было. Возбудитель заболевания до настоящего времени не выявлен. Лабораторные исследования продолжаются. Несколько дней назад Всемирная организация здравоохранения выступила с первым за последние 10 лет предупреждением об опасности для авиапассажиров. Однако в настоящее время ВОЗ считает нецелесообразным вводить какие-либо ограничения в аэропортах. Но при этом настойчиво рекомендует усилить эпидемиологический надзор. Минздрав России рекомендует всем, кто в последние две недели вернулся из Гонконга, Вьетнама и соседних государств, при обнаружении у себя симптомов гриппа, обязательно обратиться к врачу. Иван Евдокименко, Марат Хадебуллин, Первый канал. Это все новости дня. Хроника Советского Союза.